Это программа День города. Здравствуйте! В студии Дина Исляева. В начале главной темы выпуска. Машины в зеленой зоне. Почему Нижний городской сад Рязани превращается в парковку? Хотел заступиться за девушку и забил знакомого насмерть подробности убийства, произошедшего в Недостоево. За городские достопримечательности взялись волонтеры, как восстанавливают торговый городок. Нижний городской сад в Рязани превращается в парковку. Пока число платных стоянок растет, автолюбители ищут, где можно оставить авто бесплатно. В битве за свободное парковочное место забывают, что парки – это легкие города, и они предназначены для отдыха. Валерий Седов продолжит. После знака «Движение запрещено» стоят 10 машин. Еще три расположились на тротуаре, прямо в пешеходной зоне. По словам местных жителей, такая ситуация повторяется регулярно. Чуть дальше удалось насчитать еще 8 машин. Расположены они недалеко от парковочной зоны. В шаге от здания филармонии, рядом с памятником грибов с глазами, тоже стоят машины, вдоль которых приходится лавировать пешеходам и гостям города. Ситуация эта происходит в Нижнем городском саду, месте, которое понемногу превращается в парковочную зону. Здесь в парке иногда машины стоят в самой парковой зоне. Вот как вы к этому относитесь? Нормально? Ну, отрицательно, конечно. Здесь детки гуляют. Маленькие совершенно. Вот эта площадка для маленьких детей. Вот таких, как наши, два годика, три. И, конечно, хотелось бы, чтобы обратили внимание на саму площадку, честно говоря. И, чтобы не мешали, чтобы транспорт не мешал нам здесь гулять. Здесь парковая зона, в общем-то, люди идут и с колясками, и с детьми. И это не создает определенные неудобства. Я считаю, что это немножко неправильно, но для этого должны быть организованы какие-то парковочные пространства, места для сотрудников, для сотрудников там, кто приезжает. Так, наверное, это неправильно. Возмущаются и некоторые водители, вероятно, те из них, которые выполняют требования ПДД и не проезжают под запрещающие знаки, а также не паркуются в парковых зонах. Понять автолюбителей, конечно, можно. Сейчас в городе всюду появляются платные парковки. Начиная с центральных улиц, они движутся в сторону периферии, попросту лишая водителя возможности оставить автомобиль на стоянке и не платить за нее. Кажется, что бесплатно можно припарковаться только во дворах. А количество машин в городе на убыль не идет. Вот и складывается такая ситуация, что водителям приходится выбирать между платной стоянкой или запрещенным местом для парковки. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Забил знакомого до смерти за то, что тот выразил симпатию к девушке-другам. Следователи Московского межрайонного следственного отдела регионального следственного комитета завершили расследование преступления, которое произошло в конце июля. Подозреваемый был ранее судим за кражу и хранение наркотиков, что толкнуло его на новое преступление в нашем следующем сюжете. Убивать не хотел. Хотел заступиться за девушку. Подозреваемый выпивал вместе с другом и его сожительницей недалеко от остановки 78-й маршрутки. Потом к ним пришли знакомые. Один из них предложил девушке прогуляться. Вернувшись, она пожаловалась. Молодой человек показывал излишнюю симпатию. Подозреваемый, недолго думая, решил разобраться с обидчиком. Избил его на глазах у компании. Знакомые эту драку разняли. Он ушел. Но подозреваемому показалось, что он наказал молодого человека недостаточно. И он пошел следом. Он получил удар. Он после полученного тобой удара как себя вел? Никак. Он что-то тут повалялся, повалялся, просто ушел. Он самостоятельный или кто-то помогал? Да, он самостоятельный. И пошел в ту сторону. У него из телесных повреждений. Ты что-нибудь видел? Ну да, нет. Все, победил. После второй драки молодой человек ушел домой. Как оказалось, это была его последняя в жизни прогулка. Дома через непродолжительное время после полученных телесных повреждений он скончался. Труп потерпевшего обнаружили родственники, которые прибыли по месту жительства, о чем они сообщили в полицию. Полиция быстро выяснила, с кем проводил время погибший. Подозреваемый свою вину признал, сотрудничал со следствием, чтобы получить меньший срок. Так как данное преступление направлено против личности и считается особо тяжким преступлением, то наказание за совершенное обвиняемое преступление может быть назначено вплоть до 15 лет лишения свободы. То есть низшего порога данного преступления, то есть у наказания нету от нуля до 15. Но исходя из практики, наказание будет назначено не менее 7-8 лет. Это однозначно. Как выяснилось позднее, подозреваемый много лет назад вместе с друзьями спас на улицу девушку, которой приставали незнакомцы. Возможно, поэтому он также среагировал на рассказ своей знакомой. Тот случай закончился благополучно, а за забитого собутыльника он получит реальный срок. Какой, определит суд. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сгорел еще один деревянный дом в Рязани, на этот раз на улице Татарской. ЧП произошло накануне вечером. Подробности происшествия далее. Эти кадры удалось снять местным жителям. Прямо у дороги на улице Татарской горел нежилой деревянный дом. Опасность заключалась в том, что огонь в любой момент мог перекинуться на ближайшие жилые постройки. В 19 часов 28 минут сообщение о возгорании поступило на пуль диспетчера МЧС. На момент прибытия первого пожарного расчета дом горел открытым пламенем. Огонь быстро распространялся, поэтому в помощь были направлены дополнительные подразделения. А пожару присвоен повышенный класс опасности. Всего в тушении участвовало 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Привлекалось 5 пожарных автомобилей. В 19 часов 44 минуты пожар был локализован, а спустя 3 минуты ликвидирован. В настоящее время причина пожара устанавливается. Но наиболее вероятной причиной можно считать внесение открытого источника огня. Только стены и остов крыши – это то, что осталось от деревянного дома после пожара. Внутри пусто, только сгоревшие доски. Виктор живет в соседнем доме. Он говорит, что деревянное строение пустовало давно. Там народ не жил никто. Приходили только жить там бродяги, которые негде жить. А она, самохозяйка, дочь уехала в Америку. По словам Виктора, близлежащие дома огонь не повредил. Что же касается причины пожара, то соседи уже давно говорили, что нечто подобное может произойти. В дом часто ходили люди без определенного места жительства. Как рассказали сотрудники МЧС, с наступлением холодов количество пожаров в нежилых и частных домах увеличивается. Виновниками таких происшествий становятся лица без определенного места жительства. И люди, ведущие о социальный образ жизни. Главное управление МЧС России Паризанской области призывает собственников и обслуживая организации таких домов более внимательно отнеситься к обеспечению безопасности путем ограничения доступа посторонних лиц. А также по возможности обесточить такие помещения и перекрыть подачу газа. Валерий Седов, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Две недели назад в Скопине пропали два мальчика. Ушли гулять в лес и заблудились. К счастью, удалось их найти. Сейчас с ними все в порядке. О том, как работают поисковые отряды, что нужно знать и уметь тем, кто ищет детей, и как в этом помогают братья наши меньшие, узнала Мария Рудая. Нюхай. Хорошо. След. След. Хорошо. Умные и добрые глаза, мокрый нос и острый нюх – вот так можно охарактеризовать поисковую собаку Айну. Восточноевропейская овчарка еще совсем щенок, но в полтора месяца уже могла взять микрослед, говорит ее хозяйка, кинолог поисково-спасательной службы Лиза Алерт Ирина Панина. Это новая моя собака, то есть она проходит обучение, ей только пять месяцев. Но она уже участвовала в двух настоящих поисках. Она прошла с нами в прошлые выходные практически 12 километров, показала направление следа. Мы решили провести небольшой эксперимент. Спрятали ребенка в лесу и отправили Айну по следу. Пес справился с заданием на отлично, хотя в ветреную погоду искать крайне сложно. Запах человека может уносить ветром на расстоянии до 10 метров, но Айну это не сбило со следа девочки. Марина Агарзаева – самый юный член отряда Лиза Алерт, ей всего 10 лет. В поисках она сможет принимать участие только после 18 лет, а пока выступает в качестве просветителя. Рассказывает своим сверстникам, как надо вести себя, если произошла чрезвычайная ситуация, и как лучше одеваться, собираясь в лес. Ну, если погода холодная, то потеплее, чтобы не замерзнуть. И взять с собой надо обязательно светоотражающий жилет, чтобы его было легче найти. Еще надо взять с собой воду, еду, которая долго не портится, и заряженный телефон, чтобы, если что, позвонить. Ну, еще, если есть свисток, чтобы можно было подать сигналы, где ты сейчас находишься. Папа Марины Андрей за 4 года не раз принимал участие в поисках. Он признается, главные слова для него – найден, жив. На поиски детей приходит значительно больше волонтеров, но хочется найти всех. Особенно сейчас, когда ночью холодно, сыро, очень легко. Человек может получить переохлаждение, находясь в лесу. Что касается города, родителям Андрей советует, если ребенок до 13 лет пропал из вида, надо сообщить в полицию в течение 10 минут. Старше 13 лет – в течение часа. Если ребенок понял, что он заблудился, он не должен никуда уходить с этого места, потому как на этом месте его будут искать. То есть обратиться за помощью к людям в погонах, то есть это полицейские, либо мамы с детьми. То есть это люди, которые не останутся равнодушными к проблеме ребенка. Что касается транспорта, если ребенок уехал на транспорте, а один родители остались, то значит выйти на следующей остановке и ждать, пока за ним придут. То же самое, если родители уехали, значит оставаться на месте. Главное запомнить, отпускать детей в лес одних нельзя ни при каких обстоятельствах. А взрослые, отправляясь куда-либо, должны сообщить об этом близким, чтобы те в случае потери знали, где приблизительно искать. Эта информация часто помогает волонтерам-спасателям, которые, кстати, работают безвозмездно, по велению сердца. И если вы увидели в интернете объявление о том, что отряд Лиза Алерт собирает деньги, не верьте, это мошенники. Поисково-спасательный отряд Лиза Алерт не собирает никаких денежных средств, не имеет никаких кошельков, счетов, регистраций и так далее. То есть вся помощь, которую мы принимаем, это батарейки, бумага, рации, навигаторы. Если вы хотите помочь, приходите к нам в отряд, помогайте. То есть денежных средств наш отряд не собирает. Огромная армия самых обычных людей по всей стране, узнав трагическую историю девочки Лизы из Подмосковья, не смогла остаться равнодушными. Каждую свободную минуту они посвящают поискам пропавших людей, не требуя ничего взамен. Главное, что они хотят услышать, жив. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В правительстве страны обсуждают возможность отказа от бумажных паспортов и замены их на электронные. Как пишет газета «Ведомости», Россия намерена отказаться от бумажных паспортов с 2021 года. Электронный паспорт поэтапно даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам. Запись об оказании ему этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде. Электронным паспортом может стать пластиковая карта с чипом. Возможно, она будет размером с банковскую. Своими силами убирают и восстанавливают исторический комплекс. Рязанские активисты продолжают приводить в порядок территорию торгового городка. Как продвигаются работы, узнала наша съемочная группа. И один в поле воин. Так решил Алексей Бирюков, когда начал в 2016 году собственными силами восстанавливать рязанское ВДНХ. Правда, ему все это время помогает вторая половинка – Марианна. Во время реализации проекта их любовь окрепла и сложилась пара. Теперь они вместе путешествуют, занимаются спортом и убирают торговый городок. Они расчищают и собирают ветки, убирают мусор, собирают в мешки щебенку. И все в свободное от работы время. Чаще всего в выходные дни. Главная награда – это радостные лица людей старшего поколения, которые приходят здесь, вспоминая, как им было хорошо раньше. Приятно видеть то, что мамы с детьми стали гораздо чаще, особенно за последний год, гулять на этой территории. Чем больше расчищается данная площадка, чем больше асфальта становится чистого и меньше мусора, тем больше людей здесь появляется. Красота осенних красок и руины. Есть, конечно, в этом свое очарование, но если бы все это восстановить, глаз радовался бы куда больше. Сейчас перед взором разрушенный фонтан, заросшие травой и деревьями павильоны, и мешки с мусором, которые ребята собирали на протяжении лета и осени. А вот вывезти им хоть и обещали, да так и не сделали. Вот, например, эти мешки уже начали рваться. В каждом порядка 50 килограммов. Ребята старались все убрать к зиме. И пока власть имущие ищут инвесторов, обычные горожане не сидят на месте. Мы сначала ходили, бегали в парке, проходили здесь все время. Здесь все заросшее. Вот он говорил, что рассказывал историю, то есть какие здесь раньше павильоны были, что здесь была выставка, ВДНХ. Два года назад сюда приходили пять человек. Сейчас осталось три. Двое из них – это Алексей и Марианна. Их влечет в торговый городок высокая цель – восстановить место, знакомое с детства. Наверное, это собственное понимание вообще, как должна строиться жизнь. Никто не сделает нашу жизнь лучше нас самих. Поэтому тот город, в котором мы живем, напрямую зависит не от того, каким ее сделает благоустройство города, а от того, каким мы делаем, как окружающее пространство вокруг нас. Ребята признаются, порой им тоже хочется отдохнуть. Они нашли выход – отдыхают прямо здесь. И здесь можно отдохнуть. Мы просто иногда с собой берем сюда чай и можем здесь передохнуть на свежем воздухе, попить чай помимо работы. Пример стойкости и неравнодушия. Алексею и Мариане за два года волонтеры помогали всего несколько раз. Все остальное они сделали сами. Приближается зима, время отдыха, но уже в конце марта. Работа на территории Рязанского ВДНХ закипит вновь. И Алексей приглашает всех желающих присоединиться к ним. И приложить частичку усилий для того, чтобы это историческое место приблизилось к своему первоначальному виду. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Социально ответственный бизнес. Группа компаний «Зеленый сад» помогает многодетным и малообеспеченным семьям, не словом, а делам. Помимо того, что на деньги компании был построен Центр детского развития «Новые горизонты», для социально незащищенных детей действует социальная программа. Подробности далее. Саша Климушкин – очень подвижный и любознательный мальчик. Он частый гость в Центре детского развития «Новые горизонты». Усердно посещает занятия. Особенно ему нравится английский язык. Давай скажем, знаете, что он хороший? Good hair. Good hair. Good hair. У Саши редко генетическое заболевание. В народе его диагноз называется синдром бабочки. Кожа с рождения очень нежная и тонкая, поэтому часто травмируется. С таким заболеванием мальчик просто не может себе позволить обычные детские радости. Хотя он любит побегать и похулиганить, но это бывает так редко. В «Новые горизонты» Саша ходит второй год. И все благодаря социальной программе группы компании «Зеленый сад», которая полностью оплачивает занятия мальчика и других детей с инвалидностью, и ребят из малообеспеченных семей. Саша здесь посещает подготовку к школе, рисованию, шахматы и английский. Для его семьи это серьезная помощь, признается бабушка Елена Климушкина. Саша у нас не ходит из-за основного заболевания. Он не посещает детский садик и общение здесь с детьми, потому что общение с детьми не заменит ничто. То есть как бы надо это общаться. Получать здание – это хорошо. Но еще и общение с детьми – это тоже немаловажный факт. И поэтому нам очень нравится, Саше очень, очень нравится. В Центре детского развития «Новые горизонты», который, кстати, был построен на средство компании «Зеленый сад», разработаны авторские программы для развития дошкольников. На такие занятия приходят дети от одного года до пяти лет. Для ребят постарше здесь работает подготовка к школе, логопед, психолог, проходят уроки по чтению, математике, изо, танцам, иностранным языкам. А совсем скоро откроют двери и гончарная мастерская. Центр работает всего год, но уже обзавелся своими учениками. Занятия посещают 120 детей, большая часть – по социальной программе «Зеленого сада». То есть для таких семей посещение бесплатное. Представьте, какую помощь оказывают малообеспеченным семьям, семьям с детьми, с ограниченными возможностями здоровья. То есть это колоссальная поддержка. И, конечно, хотелось бы, чтобы такой благотворительности было побольше. Сейчас Ева Шаре занимается слогопедом. У девочки генетическое заболевание фенилкетонурия влияет на обмен веществ. Следствием болезни стала гиперактивность. В Новые Горизонты Елена пришла с Евой в прошлом году по социальной программе. Им здесь так понравилось, что свою младшую дочь Нику она тоже решила привезти именно сюда. Девочки посещают логопеда, физкультуру и рисование. Мы очень сильно благодарны, потому что в центре реабилитации у нас не было специалиста, психолога. И в прошлом году нас сюда в первую очередь записали к психологу. Мы отзанимались целый год. Сейчас вот в реабилитационном центре у нас психолог, а здесь логопед. И мы у них занимаемся и там, и там. Поэтому очень сильно благодарны. Нам это очень удобно. График подбирают под нас, но еще и бесплатно. Это класс для танцев и физкультуры. После разминки маленькие танцоры вспоминают знакомые движения. А здесь проходит урок рисования. Буйство осенних красок переносится на полотно и кисть в детских руках оживает. Знакомые пейзажи – береза и бескрайнее небо. В центре новые горизонты, особенные дети. И их родители чувствуют себя комфортно. Педагоги соблюдают все принципы инклюзивного образования. Мальчишки и девчонки развиваются всесторонне. А самое главное – учителя не дают им чувствовать себя оторванными от общества. Социальная ответственность не на словах. На деле компания «Зеленый сад» взяла инициативу в свои руки. И теперь ребята из многодетных, малообеспеченных семей и дети-инвалиды могут, так же, как их сверстники, идти в ногу со временем и изучать то, к чему лежит душа. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня и еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад».